Евросоюз предложил план борьбы с российской пропагандой. Европейская пресса уже сообщает подробности плана. Возглавит информационную войну специально созданное подразделение под названием East Red Com Team. Звучит угрожающе. Его работа будет охватывать семь бывших советских республик, включая Россию. Цель – продвижение европейских ценностей и политики. Судя по всему, в этом деле главное – не предоставлять информацию, а хвалить Евросоюз. Выполнять поставленные задачи предлагается путем поддержки неправительственных организаций и независимых СМИ, а также обучения журналистов. Что касается канала РТ, который вещает по всему миру, то ЕС планирует договариваться с местными органами надзора за СМИ, наподобие Офкома в Великобритании, чтобы те за нами присматривали. НАТО тоже не останется в стороне. Мы не будем отвечать на российскую пропаганду пропагандой. Мы обратимся к фактам, потому что в конечном счете правда восторжествует. Конечно, восторжествует. И если верить одному вашему коллеге, правда уже выходит на свет. В интервью для российской прессы один из сотрудников НАТО утверждает, что РТ – единственный бесплатный общедоступный канал новостей в крупнейшем канадском городе Торонто. По словам этого сотрудника, однажды его 19-летний племянник сказал, что блок НАТО окружил Россию и хочет свергнуть Владимира Путина. Истина все-таки восторжествовала, и мужчине пришлось купить своему племяннику подписку на кабельное телевидение, так как РТ рассказывает не ту правду, которую, по мнению НАТО, должны слышать люди. ЕС и его усилия по борьбе с так называемой российской пропагандой мы обсудим с заместителем редактора портала «Раша Инсайдер» Райли Вагаманом. Итак, ЕС борется с российской пропагандой. Их методы, по крайней мере те, что упоминаются, включают в себя подготовку журналистов и активную работу с неправительственными организациями. На ваш взгляд, это принесет результаты? Я так не думаю. Обратите внимание на общественное мнение, к примеру, в Германии. Недавно там были опубликованы результаты опроса, проведенного исследовательским центром Pew Research. 45% опрошенных относятся к США отрицательно. В 2000 году 80% поддерживали американцев. Как видите, европейцы понимают, что политика, которую они поддерживают в отношении России и стран Ближнего Востока и так далее, вовсе не отвечает их собственным интересам и, более того, вредит европейскому единству. Люди устали от этого. То, что происходит сейчас, это отчаянная попытка США поднять моральный дух и заявить, мы этого не допустим, нам нельзя отступать. Но дело ведь не только в ЕС. НАТО тоже недавно заявило о необходимости бороться с пропагандой при помощи правды. Верно. Это, конечно, намек на то, что НАТО всегда говорит только правду. Но ведь люди не верят заявлениям НАТО, которые Альянс не в состоянии подтвердить фактами и свидетельствами. Конечно. Абсурдно полагать, что НАТО доблестно борется за истину. Например, совсем недавно Гленн Гринвальд рассказал о широкомасштабной кампании, которую британская разведка ведет в интернете. В США тоже существует подобная программа. Эти страны работают круглые сутки, манипулируя общественным мнением. Они не хотят, чтобы эти вопросы обсуждались. Они стоят на своем, и все несогласные у них – путинские провокаторы. Такими методами они избегают реального обсуждения вопросов, которые нельзя игнорировать. Например, Пентагон выпустил новую инструкцию о правилах ведения войны, в которой практически приравнял несогласных с его позицией журналистов к террористам. Получается, если ты не согласен с официальной политикой, то ты враг. И всех, кто не поддерживает политику партии, нужно, так сказать, убрать. Творятся дикие вещи. Да, но наблюдать за этим очень интересно. Мы будем пристально следить за развитием этой темы в США, ЕС и России. У нас в гостях был Райли Вагаман, заместитель редактора портала «Раша Инсайдер». Большое вам спасибо. Вам спасибо.